Сказано в трактате Евамон 64 лист, что Творец жаждет молитвы праведника. Эта история произошла в далеком 16 веке. Ученик Равьосов Корон и Равхайма Виталий, раб Мойши Голландии, он был главным раввином земли Израиля. А тогда земля Израиля подчинялась туркам. И вот Паша, верховный правитель от Турции, который притеснял евреев, он послал предупреждение главному раввину Израиля, Равмойши Голландии. В тот год выпала засуха, не было ни капли дождя всю зиму, а у нас дожди выпадают именно зимой. И он послал предупреждение, если в течение трех дней не выпадут дожди и не будет воды, он выгонит всех евреев из Старого города. Равмойши Голландии, великий еврейский мудрец, он назначил пост и общественную молитву. И все евреи собрались в главной синагоге Старого города. Все постились, все просили Творца, произносили слехот. А потом объявил раввин на третий день, что все должны одеть плащи, сапоги и взять зонтики, и все должны отправиться на могилу Шимона Цадика и там просить милосердия у Творца. Многие евреи в глубине сердца недоумевали. Жаркий день, надеть сапоги, взять зонтики, но то, что говорит раввин, они послушались. И вышли через ворота Шхема, чтобы идти на могилу Шимона Цадика. И в это время офицер, который охранял ворота, офицер полиции, он подбежал к раввину и дал ему оплеуху. Что вы делаете? Вы что, издеваетесь над нами? Почему вы идете с зонтиками в плаща? Равни обратил внимание на него и пошел. И за ним пошли все евреи. Субтитры сделал DimaTorzok Евреи старого города показали, что они полагаются на главного раввина и слышат то, что говорит им великий мудрец и праведник. Мы находимся на могиле Шимона Цадика, который защитил весь еврейский народ от греков и Александр Македонский ему поклонился. И вот евреи пришли сюда. Они плакали и молили дворца. Молитва длилась три часа. Но когда они вышли, сильный ветер нагнал тучи, и пошел дождь. И не просто дождь, а ливень. И все, кто взяли зонтики, они шли под зонтами. И когда они вошли в вороты Шхема, Шхемские ворота, тот самый турецкий офицер, он подвижал кровину, бросился перед ним на колени и начал целовать ему руки и просил, простите меня, я знаю, что эта молитва евреев сделала дождь. И трое суток лил дождь. История, которую рассказал молодой евреев, который давал уроки Торы в тюрьме для заключенных в раме. На очередном уроке один из заключенных сказал, Раф, на следующем уроке меня не будет. Почему? Потому что я выхожу из тюрьмы. Как? Тебе же осталось, насколько я знаю, еще 4-4,5 года. Раф, вы говорили, вы цитировали Талмуд, трактат Шаббат. Сказал Раби Шимон Бар-Йохай, если евреи исполнят полностью две субботы подряд, придет избавление. Я это понял так. Прошлую субботу я полностью исполнен, и я хочу эту субботу тоже полностью по всем законам Торы исполнить, значит, на будущей неделе меня ждет освобождение. Простите, может быть, вы не так поняли. Дело в том, что Раби Шимон Бар-Йохай, то, что написано в Талмуде, он говорит о всем еврейском народе. Весь еврейский народ, если полностью исполнит две субботы подряд, придет Маше, придет избавление. Простите, Раби, но ведь это имеет отношение и к каждому еврею. Я впервые в жизни полностью не нарушил ни на, буквально, ни на кроху субботу, и сейчас собираюсь исполнить и вторую субботу, значит, на будущей неделе меня ждет освобождение из тюрьмы. И на следующем уроке, наверное, урок проходил где-то в четверг, вечером, Ёмхамиши, этого заключенного на уроке не было. И Равин спросил, а где тот, Плони Альмони? Что с ним? Ра, вы не знаете? Он получил освобождение. Как это могло произойти? Мы вам расскажем что-то удивительное. Прокурор пересмотрел его дело и посмотрел, что у обвинения не было достаточно аргументов, причем немедленно. И он отправился домой. Вот что значит полностью положиться на слова наших мудрецов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин